так ребята какой-то прикол просто не напеваем чая закрыл не написала что что-то там видеокарта там что-то там это обломалась просто и все опус как бы завис все зависла к херам собачьим короче это был перебор стартап будет запускаться не я так и не помню что закрылась то ли стрим то ли то ли starcraft просто не хочет короче батонетское приложение запускаться чё за херня вообще так и так и так и Что это за прикол? Просто Мне говорит, игра запущена Кого она? Куда она? Что она там запущена? Где она запущена? Очень интересно Первый раз сталкиваюсь с такой херней Похож придется перезагружаться Придется вас покинуть Так, давайте-ка я перезапущу Вот эту херню Просто ваунчер, короче, перезапущу Видимо, это на самом деле Старкрафта выкинуло Какой-то он богом И пока, похоже, новый достаточно Игра запущена Отлично, ребят, просто отлично Дайте-ка я для их Поищем эту игру Ну а Вообще-то написано 32 бита лаунчер У меня будет 64, как бы Странно Ну да ладно, короче Запрыгиваю назад Пришлось Закрыть тарик, короче Ну короче, захожу, ребят, сюда С микрофоном-то уж точно Все в порядке Просто Я не громко говорю, возможно Закрыть тарик, короче, я не громко говорю Закрыть тарик, короче Закрыть тарик, короче, я не громко говорю Закрыть тарик, короче, я не громко говорю Ну все, успел еще и на ланцера Вроде Булата Отлично Закрыть тарик, короче, я не громко говорю 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 Так, всё лишнее закрыл. Опять тут у нас ВВП. Ведь Булат же всегда Зергом играл. Видимо, он рейспикера против Протса, что ли, я не знаю. У нас гейт пошёл. У Лансера. Знаете, Лансер как против Зерга играет, как будто бы. Насколько я вижу. Есть просто второй гейт. Нексус первый, да ну. Ну это бред, почему? Тут же просто ривера, и всё, это убивается сразу же. Просто, ну тут, конечно, два гейта. Надо приехать, увидеть, что здесь происходит. Просто заказать газ, заказать кибернетчику. И выходить там не в Зил, но Зил это одного сделать. Как бы выходить из Драгунов и ранее Роба крыл. Всё. Так, здесь пробка стоит, чтобы Дилу-то немножко помешать. Типа, ему надо просто кабину и поломать, и пробки, и всё. Пробка. Задержался Лансер надолго тут. Пушки нужны. Раз, пушка. Хватит одной-то интересной. Может ведь... Ну, хотя не, на одного Зилка точно хватит-то. К Драгунам там ещё Зилкам, ещё Пушка понадобится. Ну, Лансер две, да, сразу стоит, правильно делает. Опа. Здесь пробка смыкалась. Ну, а что оно тут, мам, они здесь же не второй стартоп. Так бы сюда пилом пилил. Варба сюда начал. Делать. Не-е-е, молодец. Ладно, тут напускает Дилу-то на ДГ. Дилат сливается. Ну и всё. Через двумя пушками 10 головить вообще нечего. Забыча началась. Погнали. Гейта, правда, даже нет ещё до тех пор. А это вот уже каш-печально. Вон у нас кибернетчика. Пробка мимо газа направлена. Просто бред. Газа слишком много будет. Мало будет. Гулата, и он не сможет просто робовать. Так, минерал на право одну. Ещё одна нога. Так, опа. Гулата решил по-другому немножко поступить. Не так, как я предлагал. Но дело тут и вот. То есть он просто добавляет гейток. Он будет пробивать пытаться. А, ещё и цитадель адум. То есть... Это вообще возможно скоро сделу там. Гулата умудрялся в робку пробовать. Эти всё проморгают. Ну я подожду. Либо дров дарков. И ничего этого ещё такое. На дальность дробу нам делать. И просто в роб убивать идти, по-моему, Гулата. У нас кибернетка. Главное, тут такая от рабочиху с пачками стоит. У нас все эти пузыки. Вот сейчас пробку направлюсь сюда. На мэнии, на второй. Четвёртый гейт. Да, это скоро сделала там очевидное. Ну это странное решение. Ну, тесно говоря. Драгона с ножом лучше бы зашли здесь. Третья батонка тут от ланзера ушла. Ну, Зила-то всё больше и больше. Конечно, это Зилки с ножками. Чуть здесь один гейт был ещё отменён оказался. Ну, а Зила-то увезти сейчас. Всё, как контору спали пробку-то. Так, не знаю, как там Гулат вперёд собрался идти. Я вижу, что... Так, а чё это срываем? Чемпион очередной. Ну, вот. Всё, побежал вперёд. Короче, Зилки пошли. Сколько их? Три, семь, девять, десять. И Драгун один и ещё десять стоят на точку сбора. Вперёд стоят. Ну, десять. Здесь восемь Зил... А, здесь ещё один Зилок стоит. Всё, он с ногами. Здесь три фотонки и семь Зилотов. И четыре гейтации. Что-то более чем достаточно. Подбеку здесь. Сейчас очевидно мне становится. Пора на ламу. Вот здесь четыре война лома идёт. Такой, что-то рано. Ладно. Здесь Драгун, что он может и подрошит. Но потонки разберут всё остальное. Немножко ламп врата смотрят. Потонки, они по зилкам слишком круто бьют. Они кровно дэмэдж, понимая, что их две. Стенейшн хотел у нас Булат, но его нет здесь. К этой карте имею в виду. А у Ланцера ещё плюс четыре гейтапа. Восемь тысяча дэврой, это просто. Есть и Роба, Паржа там крутится, где-то делается. Но это тоже не Чарша, а ножки сделать. Так. Чё-то приеду, давай, Савулат. Здесь уже на самом деле, ну, видите, лимиты 40 на 70. Здесь уже нечего практически говорить. Так, начинает тут уже ходить. Мансор чё-то ходить, палить. Так, не так и не заказаны ножки, ничего не заказано, короче. Тут и без ножек можно прийти, убить, по-моему. Опа. Так, есть здесь и дарки две штучки, но аркевер имеется в наличии, поэтому... Стоп, побежал. Что там софт делать? Заскоржили чем-то. За арки уже поставили, спасибо, за шамка весь погвалили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, все нормально. Фантинг спирит у нас как-то, соответственно. Ну, поехали. Поехали. Ну ладно, тут уже ничего не... Я думал, что это вообще правило поменять. Кто его там придумал такое правило? Поехали. 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 Ну, щ verlick. Поехали. Поехали. Поехали уже очень страшно. Поехали. Продолжение следует... 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 Там у собак грейда нет пока. Сарсар, уже такая хорошая пачка. 6. На плюс 1 они уже из коржей сбивать будут. Ну, будет. Мы просто их вычислили. Всё, здесь вот и минус наконец-таки. На, заказывать хату. Сюда такая хорошая прям пачка и у них тут идёт. Здесь люркер есть, поэтому сварить здесь нечего. Пэйд, Фантомер, РФ-7. Так, пока ланцами ставят. Почему не ставят, не знаю. Валюшу на 2. Да, вот потомку нужно выбивать. Кто его пилон? Почему? Потому что я уже говорил, что он площадь-проход. Такие ток уже 6. чуть-чуть до луны был с дальностью подстраиваться, видимо. Здесь люркер, как же, здесь пытался копаться. Не, ну, было пушек много у Гулаза, но даже здесь он базу на Леспеннице. Он вообще забыл про то, что здесь базу надо заказать, блин. Там ворона есть, как бы, люркеры, пушки, но атаковать абсолютно нечем вообще. Абсолютно. Ну, а здесь 9 корсаров, они выпиливаются, кстати. Че вы молчите, что счет я забываю вообще ставить. Так, ну это, конечно же, рез попытка убить. Опа, сейчас сагрятся, ребята. Они сагрятся, а вот Гулазан заметил. Пацан успел выпрыгнуть. Что это? Где вы летали? Корсары. Били наш просто шару. Плюс еще 4 гейта, ребят. 10 гейтов сейчас будет работать у лансера. Кибернетки сейчас и делаются. Ну, это в кибернетке дальность только нам делается, не плюс 1. Дальность почти не было. Куда еще больше гейтов, я не знаю. Не, ну с 3 баз 12 можно прокормить на этой карте вполне. Здесь 8 минералов, здесь 10 на мэнни, здесь 7, 9, в смысле, здесь. Здесь кончается. Здесь все больше и больше люрей есть. Нидус получает, скидер. Так, а дальше-то что? Дефайлера, да? Все правильно, что, новички, нужно дефайлера. Вести что-то люра дропает, смотрите. Так, на мэнни выбил. На 3 выбил, на 2 сейчас выбит лансер. Все, я рабочих вернул. Чтоб не сконтролил, то чуть-чуть могло бы больно быть. Пусть, секундочку у нас, Булат. Увидите лебиты, 170 на 120, но поверьте, я уже не раз вам говорил, и не раз это было продемонстрировано на Росбрэйнкапе вообще, что в первом Старкрафте не факт, что прод 170 вробьет за РГ-120, который дома там, блин, с пушками, с люркерами сидит. А еще сейчас пойдут эти дефайлеры, там темная стая, чума будет, это вообще будет жесть. и так далее. И вот этот гэлкер, Субтитры создавал DimaTorzok 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 А нет ничего Кстати, вот здесь люры вообще не было Всем бы лимитом Лимитом сюда пройти И убить бы Изичах можно было бы, по-моему Так, ну можно и нужно куда-то штормить Что-то, а, энергии нет Да, не надо На, подвесить Три шторма вот сейчас Раз Между люркерами Сюда между люркерами Сюда Гулат выдвигает Выпил 150 лимита Куда он побежал-то А, на резке бежал Блин, здесь уже и центр занят Бреды 1-1 Как были, так есть 1-1 Это провал 2-2 болингов Они просто так и все у них были Сусть они, по-моему, и без адреналина Без адреналина Не, может быть с адреналином Просто 1-1 Непонятно, поэтому Не уверен Продакшн так и не сделали Пока еще в ремастере О, ничего, тут макрохат Нормально Не видел я тут пока ни одного Ультралиска, правда Ультралиска, наверное, давным-давно Есть 3К-минерал, 900 газ Закажи ты уже Грейды уникальны Ультралиска, там, я не знаю Панцирь и вот этот Второй грейд И все, иди вперед, блин Вот что-то было О, какая тупит Вот сейчас что-то заказал До 170, а у него больше нету Лимита, с собой блок Базу между базами Семь вот эту надо брать Как бы не берет Почему-то туда ланса Даже юнита не оставил никакого И это тоже норм Конечно Нужно убирать Здесь он взял Кида спалили Сразу сюда пошли Давай, давай Погадь подъехал Я смотрю Мне вообще кажется Как будто нет адреналина Тоже Уж медленно Уж больно медленно Как-то они бьют Адреналина вообще как бежит Адреналина, наверное, успеет На центре ультралы сагрились Но потом как слились Ну что за бред Это что за атака Четыре ультралеска Две собаки Вперед Ну что за бредят Здесь люра Правда, в тылу Смотрите Сейчас дела-то прибегут Ультралов расковыряют Просто из-за бредят Я понимаю Суспаржей он же там делал Да, Паржи две Рабочую Рабочую надо отвезти О, здесь ланцер пришел У него здесь ревачки Вот это корявая атака была Двуватка сейчас в центре Во-первых, юниты разделились Во-вторых С ультрой Ультры, по-моему, больше, чем собак Нажало Надо было, конечно, собак еще с собой брать Побольше Так, линги 2-2 уже Да, да Ой, как реверы бомбят Блин, как они бомбят больно Ультралеску Собак все здесь падает Идет жесткое мясо У ревачков 21 Одного убит Другого 9 юнитов Здесь летают Корсары И просто унижают 150 на 118 Но Похоже, все-таки 2-0 В пользу ланцера Тут Булаткиш Пытался Но у него Резы кончаются Уже, во-первых Во-вторых Его давят И ему нечем Отбиваться Вообще Пук Пора уже Ламываться Тем, что есть Нам вот эту башу По-моему И вот Он пришел Просто нереально Пошел ланц Вперед Пушки Да, конечно Бить Я не знаю Сделал У него Брейс Уникальный Нет Нет Не сделано Плюс 25 Вообще Так Все идет Наверх Нужен Шторм Раз Шторм Пошел Два Шторм И в очки Где-то там Сзади Мед патронов Здесь Сейчас юнитов Вообще Не завел Нормально На хг У нас Вансер Вот сейчас Только Только Они пошли Там Три пушки Есть Три патронов Три патронов Ультралов Убивают Что здесь Удивительного Они Во втором Даже Старкрафте Ультралов Очень Неплохо Убивают Броней Бомрёй Уник Три патронов Эти Ребят Тоже Убивают Если Патроны Сделать Правда Но Они Ланцер Патроны Вообще Патроны Не закалывали Ваков Они Еле Еле Улад Здесь Выдерживают По-моему Атакуют Хотя Нет Здесь Еще Штормы До сих пор Идут Завать Пришли Третья Коготь У них Готов Надо Аккуратнее Дронов Предельно Аккуратно Водить Если Есть Шторм То Печаль Сейчас А шторм Была Печаль Ребята Смотрите Как Вообще Мокрое Пятно Все Рабочие Что здесь Были А их Где-то Что-то Наверное Десяток Было Они Все Сдохли Сейчас На шторме Просто Здесь Бас Был Аккуратно Занял Здесь Сразу Со всех Рабочие Заказ А Какие Здесь Столько Оверов Напогибало От Кассаров Что На 58 Лимита Лимита Оверов На 57 Попытка На центр Будет Атак Сейчас Ну Кстати У Ланксера Тоже Центральная Облаза Здесь Есть Вап Сейчас Ну Ланксера Предостаточно Обороны Штормить Штормить Чуть Ланксер Вюркеров Нет Короче Угружить Двена Нет 3 1 1 Как были Так Остались Грейды На Вне Сет Еще Один Архончик Сливается Риверы Тоже Вперед Летят Походу Это Все Здесь Желавить Нечего Даже Чуму Я Что-то Так Не увидел В этой Игре Отбул А Вот Первая Парка Не под Тем Юнитом Маленько Она Прохранит Так Да Надо Сделать В поле Невидимок Парочку Послать Просто Что-нибудь Там Сделать Оу Ансера Газа Еще Много Накопилось Ну Это Просто Сколько Это Псиштормовики Это 5 Архонов Просто Сразу Вышло И Можно Сливать Их Спокойно Здесь Вот База Которую Тоже Надо Убить Рез Понятно Давно Надо Убить Булат Странно Ему Надо Вот Здесь Было Лерой Хату Сюда Поставить И Пытаться Леру Убить Но У него Не было Ресурсов На Эту Хату Просто Так На 9 На Хоть Лансер Здесь Минус Все Как Минус Все Рабочие Уехали Нет Часть Уехала Часть Уехала Часть Хата Упала И Все Остальное Упало Помимо Четырех Дронов Так Долетел Все Так Долетел Все Шап У Чертов Скорж Долетела Но Реску Не Поздоровится Одеть Хорошее Хозяйство 4 Хаты Просто Макро Хатки 3 2 2 Уже Грэйды Какие Грэйды Во Все Жесть Тоже Стормлина Пытался Булат Уважать Часть Ничего Не Получилось Вообще Ну и Ланцер С Бубой Будут Играть С Булат С Булат Желает Удачи Ланцеру Спасибо ему За хорошую Игру Хорошее Место Получилось Давно Таких Блэйд Не Видел Ошибок Было Много Но Так Удачи 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 Какой Играет Такая Продолжение следует... 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 Можно вот это попытаться забрать, ценное весло. Тут забирать нечего, хотя я был до арбитров. Вернулся в Убу, прикрылся в этом. Надо идти точку ставить, можно четвёртую занять тот баг, попытаться. Но это только первая карта, помните? Ещё вторая будет у нас. Ну, даже два остались, они помогли бы, здесь слишком много, а здесь слишком мало, как вы видите. Попробуем. ГГ Ихот сказал ланцер Так, прыгаю в игру, все норм Так, что у нас там? Сеткой глянем сейчас Пока жду, тупо нет, краёк ждёт снизу Здесь по низу идёт сверху Гугу ланцера Гугу ланцер 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 Естественно, как угодно, кому как. Филю рекламу. Все, я их здесь. Звук. Так, вот. Буква Лагланцер. Карта у нас. Это Серкют Брейкерс. Карта называется, насколько я понимаю. Погнали. Продолжение следует... 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 Непонятно, почему его сейчас танки си джебут, что он делает вообще? Так, неплохо, по драгу нам прилетел. Ещё один танчик вышел. Здесь масло не продавить будет, кстати, я вам должен сказать. Танк си джебу бэн. Что он и делает. Но дэмэджу не залетает полного. Но драгун оказался в ренже и был уничтожен. А здесь так, две факторки есть, ещё две строятся. Сейчас надо ещё больше факторок строить. Здесь только-только мастеровочек переводят. Не, ну тут у губы всё норма в этой игре. Здесь вот туреточки раз, два вот по береметру поставить. Тоже было бы неплохо для бубы. Пятая факта пошла. Надо сейчас подоро пристройка здесь. Ещё тут шесть факторок. На шесть выходить. Потом, собственно говоря, на восемь, наверное. Либо с шести на двенадцать часов выходить, убивать третью. Просто укрепляться. Здесь сделать оборону. Брать четыре вазы, две арморы. Как бы драйды лепить просто. И всё. И уже в двести лимита идти. Академия позднего. Губу дарк не могли бы напрягать его. Но он понял, что дарков не будет. По некусу раннему вообще не уверен. Даже правда, что он видел этот ранний некус. Четвёртый лансер ставит. В таких вот картах респ надо занимать. На любых практически лучше. Здесь много минералов. Отсёк оборонять просто. Пролетает. Там лансер всё проверяет. Барака всё больше и больше. Для митубу нормальный. Надо грейд делать. Начинать. У него арморы. Зачем показано было. Если грейд не делается. Расканил губу мэйн. Сразу увидел, что не только могу попробовать делать. И да. Уже на двенадцать тут шевелиться. Начинаем немножечко часов. Сейчас пойдёт выход. Как я и говорил. Тут не очень с тираном. На таких позициях брать третью. Такую, как Масс сейчас взял. Вам это перебор был вообще. Убивает. Чтоб ненароком свои у меня это не взорвало. Здесь очень много драгунов. Здесь очень много драгунов. Танчики чуть попорезят. Вот Сиджи подальше. Сейчас вультура кончится и будет бобо. Надо подводить. Вот вультуры стоят. Тут танчики ещё дома стоят. И там танчики есть ещё один. Ну всё. Маск понимает, что нет. Стоит ему добровать уже. Будет атака. Да. Пошла атака. Сиджи двухущий танки. Вультура что-то не осталось. Нужен прирост. О, хорошо вовремя, как вультура заходит сюда. Ну успеют ли они танчики-то прикрыть? Удилков что-то прям очень много. Прям очень много. Делку здесь выходила. Танцы сидят сзади. Делка-то заходит. Делка-то разваливалась. Маск некуда. Кость котелой! Как сейчас вультуры все подорвались? Нет, здесь похоже, что Маск убил бобу. Как-то он немножечко здесь криво сконтролил, я бы сказал. Держал бы ультур побольше, а здесь на халде снизу нормально было бы что. Танчик здесь ряду вперед вывел. Надо здесь было сидеть с заминками где-то. Минус два танка в итоге. Сцфа там пока живет. В принципе, три губра держат. Здесь он еще может на самом деле втащить даже. Как мне кажется, но он... Мне кажется, он не выдержит от атаки даже. Рабочек надо было увезти отсюда вон. Сейчас он еще увозит. Ой, как делки все влевают. Ногу-ка здесь. Тут Маск хорошо сконтролил на самом деле. Здесь добыча восстановлена. И здесь уже пошла как-то. Естественно, надо по половине рабочих разводить. Так, ну похоже один-один. И еще рано. Нет, пока еще рано. Продакшн хороший здесь. ТЦ, кстати, третья подохла. Даааа, ТЦ-чка погибла. От печали. Еще инженерка погибнет. Так, конечно, тут драгона рядом оказались. Ну, ультура с драгонами так себе идея драться. И вот так взрывать от друга. Просто нет у УБУ столько юнитов. Чуть-чуть так ультура сливать. Еще при этом в темпушин. Они что же ресурсов стоят. И вот так взрывать. Вашу. Нормально. Но, я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я знаю, что это. И вот так взрывать. Я знаю, что это выглядит. Так, 86, 146, лимит у нас, Гуга пытается выйти на 3-й нефть, как вы видите, есть Зилаты вперёд идут, Драгуна, хорошо, Зилаты не все сразу вперёд идут, маски законтроливают, Ваня забегает, это 1-1, ребята. Сейчас посмотрим, что дальше туда карты. Гуга рябку решил посмотреть. Гуга. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Не надо, как бы он возьмёт Nexus, потом здесь возьмёт, если в порядке у него будет. Буба, кстати, сам подконтроливает ксмками, это видно, он это ещё давно делал, иногда ведёт куда-то, вот, например, здесь, да, он ехал сюда, он сам его переслал, это было видно, чтобы не купил его рабочего. Это позволяет выиграть некоторое количество минералов к определённому времени. Так, депока вторая будет, да, должна вторая депока быть, пошла она. Пошечка, ксмка с пробкой встретилась, правильно, оба угадали куда ехать. Ну, мансеру было попроще, короче. Ой, ксмку спалил. Буба же первый просто угадал. Хух, получается. Так, 19, 17, всё стандартно. Так, подстраивается. Как-то марик что-то, буба. А, ну два марика в цц. Детальщику он так и до этого играл, собственно говоря. А здесь интересное здание пошло, вот очень оно интересное вам скажу. Успеет ли по таймингу к... До туалеток там всяких, вот вопросов. Так, мансера бросит ссылку там на твиче. На твиче. Чё за хрень. Ладно, сейчас у него врачачик. На твиче, а чё за хрень. Чё за хрень. Уфиглярка вонгура. Да, посмотрите, архивы темпларов это дарки явно будут. Но это не роба дарки, не дроп дарков, а по земле дарки, получается. Пойду вперёд. Ну, нет, что при этом у лансера нет. Это вот плохо, конечно. Ну, Буба инженерка не успевает немножечко, как бы. И она пока не делается. Это плохо, естественно, сейчас. Ну, хотя здесь вот только даршай надеялся. Гейт всего один, то есть дарк будет один всего. Ну, это минками можно было бы всё законтрить, но минок нет. Я вижу Академия раннего Гуга достаточно в этот раз. Ну что ж. На этой карте надо глаз до глаз, на самом деле. Да, тут может всё очень жёстко быть. Академия очень долго строится. Опа! Танчикам надо отойти. Куда он поломился-то я чуть не понял вообще. Академия есть. Нету пристройки просто. Вот в чём прикол. А дарк уже пришёл. Вот первая пристройка пошла. Начинает дарк рубить. Нужна инженерка. Где-то, в любом месте, где угодно можно сейчас запиливать. Буба тут всеми на рамку сваливает просто сейчас. Ну что, скоро там пристройка-то будет? Не прям сразу, конечно, но сейчас доделается. Первый танк минус. Второй дарк приходит здесь на... Но если за скан дарка не подрезать, то это фиаско. Конечно. Надо за один скан успевать подрезать! Буба не успевает его подрезать за один скан, это провал. Или успеет. Дарк что-то встал, так что под скан попал. Но его не хватило. Нужно сканить. С мейна скань Буба что-нибудь сделаем в конце концов. Про скан его убил, а... Ой-ой-ой. Минки-то будут? Нет. Минок нет. Не убить дарка за один скан, это было просто жесть сейчас на самом деле. Это ошибка, конечно, которая может повлечь поражение здесь. Минки появились. Надо мины ставить. Это шанс единственный тут что-то сделать. Туретки падают, тут падают. Здесь еще одна пристройка заново строится. Дарка надо убивать здесь на второй базе. Дарка убил Бубу, конечно. На мейне что? На мейне еще нет энергии, как же они нарубили-то жестко его. Что-то убит, все катается что-то. Дарк убежал. Здесь туретка нужна на второй базе обязательно. Забыл что-то Бубу про Дарка здесь и... Сейчас он еще выйдет из тени. Здесь среди теней, как и сталкер. Что, выход Губу делает? Похоже, что да. А у Лансера тут что-то Драгуна одни. Вот Дарк приходит, смотрите, туретку начал рубать. Тут ультура рядом. Вышел и получил по башке. Факторки 3 есть. Можно выход попытаться сделать, если сидишь. Есть тут 4 гейта. Если делать выход на туретки, здесь строить обязательно. Да, Бубу вынужден отменить там Бубу. Ну, старую вот тут стричать надо ли вообще здесь вот этих тренинг заниматься в Губе. Я не знаю даже. Драгуна Миланца прикольно законтраливает. Все убивает спокойно. Здесь еще есть минки. Кстати, 4 штуки можно выставить, понапрягать. От них внутри в ультура они и в как, и в смогут их вступить. Поэтому лучше можно отступить, даже да. Здесь 5 уже бараков есть у просто гейтов, 5 штучек. Можно шаттл сделать и тропать уже на тирану на тирановскую армию войск. Ну, сейчас Бубу странные вещи сделал. Отдал в ультура и куда-то танками вперед. Вшку он вперед-то пошел, я не понимаю, зачем вообще вперед идти. Сейчас развалится и все. Не знаю, есть ли там фич или нет. Драгуны проходят ко второй базе. Странчик и залп один. Вот, не слил бы бубу в ультуру здесь, вот тогда бы, то мог бы драться. Лучше значительно выйти по… по-лучшему бы. Здесь уже 6 гейтов и еще 2 строится, 8. Будет явно продактнут робота выше и опаснее. На этой карте, вот эти, да Я помню, что на ностальгии Как делалось, тиран мог Просто центр перекрыть Спокойно, абсолютно, таким образом Вот так вот стал, и все, здесь проход И здесь проход, и что делать-то? Здесь нечего просто делать, реально Просто развивайся дальше Туреток, поставь по периметру, чтобы Тени летали в нагло, и все Сцеху эту автоматически берешь Губа верхнюю, правда, берет Он решил две, что ли, одновременно здесь ставить Или это, а, он туретки здесь будет делать Ну и правильно Надо больше минок-то сюда ставить Точка сбора уже здесь, на центре Поставлена, как вы видите Так, а это что? Ага, вот оно что? Не знаю, есть ли армори есть Но оно ничего не делает, почему-то Ай, ультурно сливал Здесь 87, 139 по лимиту Но, блин, даже такой лимит Тирана отсюда выгнать просто тяжело Хотя Лансер тут наматился просто 155 уже 4 гейта здесь, 5 здесь, 9 Яйтов работает, это очень много, конечно Здесь не фатонки даже А, ну здесь стенка есть Фатонка здесь нет Критично Так, поехали Рабочие Нужно бывает Еще один танчик Здесь на окс можно больше Минок выставлять Нет, минок в чьи нереально Так, пила-то прилетает Нашу культуру защитили все дело Все, пошла атака от лансера Силков выводят сюда Все, уводят И очень много Да, не хватает Беребитого ультурно сливало В итоге вы увидите Как центр лансера Выпилил здесь жестко Минок недостаточно было И прикрытие недостаточно просто Так Лансер против Баниса Будет сверху Это я и буду сейчас стримить Короче, полуфинал Финал И будем уже ко второму Старкрафту переходить В КВСК Кумфукап куда успеем Там, короче Продолжение следует... Игра 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 На Продолжение следует... Купых Игра Продолжение следует... Игра Игра На секунду отлучусь, ребят, позвоню домой и будем продолжать смотреть мы Rusbrain Cup. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, всё, я здесь. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Прыгаю, я выигру. Странно. Прыгаю, у него 51,7, не просто статс, а не с этого. А, вот, всё открыто, нормально. Ну что, ждём лансер мы сюда. Так, а второй полуфинал мы сыграли. Краёк Зиволка там бьётся. «Хм-гахм». Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, погнали! Субтитры создавал DimaTorzok Так, в финале, кстати, я не знаю, краёк не помню кем играть Диолт тоже проц, так что у нас, возможно, и в финале ПВП будет Ланцер против Баниса играет здесь Банис у нас то ли немец, то ли поляк, я чуть не помню Неплохой игрок, 50 с 1.7 у него статус Тут вообще, как бы, рукой, что тут говорить Посмотрим, как Ланцер ПВП играет АПМ у него 200 здесь, 30, 50, как бы Явно Банис кликает больше И активнее Здесь через гейт у Ланцера Здесь два гейта Ну, вообще, два гейта, на самом деле, это мёртвые Ну, как мёртвые? На самом деле, этот опенинг я играл ещё году в 2005, наверное Такой подобный Через два гейта Переход, там, сначала 3 зилка, потом драгонов переход Но, на самом деле, потом я понял, что это ущербный билд А нормальный процесс через гейта играющий У него драгон, раньше он всё расконтраливает, там, без потерь Как бы, это бессмысленно, тем более Здесь ещё и кроссриспы Ну, не знаю Мне кажется, чушь вообще-то делает Вот С другой стороны, тремя зилками можно прийти Если пришёл сюда, рабочий может понапрягать Неплохо очень Здесь у кибернетки ещё нет пока, как вы увидите Да, только пошла Ну, в любом случае, к первому зилку зилок есть А двум другим ещё будет зилок и драгон потом в перспективе А может быть, даже через три зилка драгонов сыграет у нас Планца, потому что Ну, мы не видим, что здесь строится, как бы Хотя, нет, уже нет смысла Уже теперь драгона, конечно, надо заказывать будет У него идеально по кдшечке зилоку второй заказан Он, наверное, успел бы и третьего построить Здесь стандартных три зилка впервые-то пошли Всё, здесь зилы-то два уже Драгона пока кибернетки нет Плюс у лансера Оу А пилон есть у лансера? Да, пилон есть у лансера Не, ну драгона он стопудово заказал На двумя зилками пилон бить Не знаю, почему один всё убьёт так, перезарядка щитов ну и вообще лично кого-то перезаряжать да, побыстрее надо пилон убить было бы и убил побыстрее лансер пилон все, ванис приходится, три сделка у него все, сейчас будет драгун готов все, надо им контролить стрелять спокойно хотя не, перезарядка в схему даже тут оказалась опти, вот так и вышел, перезарядился как парень пошел дальше бомбить я конечно, вот так обычно и происходит то есть куда там, зачем эти зелки ну уж непонятно абсолютно еще два пришло здесь зелками надо за зелками а драгун он где-то там сзади бегает просто и все так, пробочка уходит второй драгун уже есть все, рабочих надо просто отвезти рабочих на минералы и все драгуны тут ой, зелки отдались лансерку с демеджа драгуны стоят вообще не атакуют нелепо, нелепо не надо можно было не получать этот демедж весь такой, какой сейчас лансер получил уроку здесь не смог вывести если был здесь какие-то подсветные минералы можно было сюда кликнуть и ввести но в целом-то жить можно лево рабочих несколько, здесь больше, кстати, рабочих очевидно, да тоже дальность драгуна, драгуны здесь побольше драгунцов будет, да как бы раньше дальность по идее, по логике должна быть но это как заказывал еще лансер, непонятно нет статистики рабочих, у нас ничего такого нет статистики рабочих, у нас ничего такого так, здесь дарки что ли сегодня популярный билд такой через стадо лядун скорость зила там этого чушь ну как чушь если у тебя раб не хватает то можно пацана с драгунами убить да, как бы, который плохо контролит я же помню раньше, как в ВК играл и просто драгунами это, там, 10 драгунами можно 12 зилков раскатить вообще почти без потерь даже со скоростью атаки просто надо контролить очень хорошо вот, если постоянно отступать и стрелять но это будет не силки со скоростью, конечно же пилон будет кривой, нету, он здесь не блокирует свой, мне кажется, что он может и не почему-то блокировать здесь пилон так, идет вперед бонится, а тут ланцер круто встал, смотрите еще бы он был повнимательней чуть-чуть, чтобы сейчас не отпустить бы оппонент своего так в наглую назад смотрите, как наук, кажется, подрежет драгуна оп, хорош драгуны тупят, отстают еще два драгуна вперед идет и делается роба ну а что, роба хорошо здесь пришел ланцер, пилон убил здесь 5 драгунов, кстати, всего можно было бы зайти а то, что он сделает заметь сейчас дарка, интересно, ланцер вот он, дарк, пошел заметил, красавец, надо домой идти и все, под обсервер уходить потом возвращаться сюда и убивать этого гаденыша потому что, что эти два дарка тут дать могут а, здесь обсерватории даже нет где обсерватория пошла обсерватория пилдов, напомню, здесь нет никаких придется здесь на холде драгунами стоять и тупореть оп, хорошо, смотрите, ланцер тут дарков напрягает на холде он знает, что ему надо выигрывать каждую секундочку здесь надо выигрывать пытаться иначе беда достраивается все, обсерватория сейчас будет заказан ну блин, успеет убить несколько драгунов здесь бонис ланцеру, скорее всего не эксус, но вряд ли он успеет отменить, я думаю эй, эй, уходи, брат, тюнь, ты чего ланцер что-то а, ну вот он отвлек немножечко здесь на хг надо отступать минус драгун все, обсервер буквально с секунды на секунду выйдет сейчас конечно все норм будет где же он, этот обсервер ну нет, густов в первом старике, ребят, нету ну да, наконец-то выходит не, эксус готов надо пробок строить здесь фатонка снизу но в граунде 4 гейта уже обонится и этого достаточно, чтобы все отбить вот, если бы ланцер играл сейчас например, в риверов то он мог прийти и убить оппонента но он играет, вообще, цитатой ляду на ответную что это, для чего это мы не знаем по лимиту банится больше в итоге уже есть узелков скорость, кстати гранца вперед погнал чистыми драгунами, да ну это дроп дарку будет но тут робу успеет доделаться стопудово, в общем тем более у ланцера как-то и драгунам здесь не больше, чем у вани плюс 3 зелка есть в итоге пришел ланцер просто отдался это 1-0, ребята, от АГГ к сожалению, для ланцера здесь одна фату гейта вообще 2 всего узелки вперед побежали 4 гейта забивать бы ну, благодаря даркам развлекал, внец услышал экономикой обогнал и все норм, короче здесь странная стенка странная, да потому что что она должна здесь держать вообще, я не понимаю здесь еще так по тонке надо минуснуть обязательно сделки и драгунок поймали здесь все-таки а не, смотрите, даже не отдал дарка вани ну, кстати, нету вапсервера у ваниты сейчас ланцер даркави поубивает ракунок фуф ну это минус кексус а это ГГ очевиднейшее это минус кексус привести а, здесь еще и по тонку все привести сюда ничего не успел только ланцер покидает матч нужна следующая карта нам так 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 Все, прыгаю в игру, сейчас все начнется. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Кхе-кхе-кхе Субтитры делал DimaTorzok Так, второй гейт пошёл. Третий гейт пошёл у лансера. А здесь, может, здесь через гейт один опеним. Гейт труба, да, ранние риверы достаточно будет. Не, ну, тремя гейтами, если будет, например, выходить на Нексу, два них можно наказать. Но, на самом деле, можно и затерпеть будет. Другой вопрос, что можно принять и выход с трёх гейтов, конечно. Но это всё очень спорно. На самом деле, если вот Протс, который в ривак Шкоп играет, понимает, что там три гейта, ему просто нужно Нексу ставить, и с риверами дефиться, как бы, всё нормально. Там ривер-шаттл, или два ривера-шаттл. Можно без шаттла сначала риверов заказать. Без шаттла они более уязвимые намного. Так. Зилат-драгон лансер идёт вперёд. Ещё один драгон, а здесь уже... Кстати, с одного гейта, как-то здесь больше настроено. Есть два драгона зилат, а здесь три драгона зилат. Что самое интересное. Ну, сейчас разминулись, смотрите. Лансер к Баннису пришёл, Баннис к лансеру пошёл. И чё в итоге? Так, здесь драгон на муве идёт, смотрите-ка. Ой-бой-бой сейчас, ой-бой будет! Лансер одного драгона теряет на муве просто. Здесь начинается контроль, надо выпиливать. Там понятно, что три драгона назад идут. Может имеет смысл, грубов поубивать. Да, лансер это и делает. Надо укусить именно грамотную грубочку. Ну, много поубивал уже, я вам сказать. Ну, три драгонца вернулись. Почти одного забрал, почти не считается. Вот ещё три драгона придут, четвёртый стоит на точку сбора. Туда уже поставить получается, я не знаю. Так. Музыка. 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 Так, где 4 драгу надел от ривер? Да вот же он, ривер, куда же ты... Ой, демод же мало получил, кстати. Ну, сейчас еще 3 драгуна, 2 драгуна зилот сюда подойдут. И надо просто налом делать, надо ривера убивать. Здесь... О, здесь Апсера, тем более не ривак строился. Все норм вообще, значит. Еще один драгун приходит. Апсера, конечно, сейчас бонит все подсветит здесь. Но здесь абсолютно точно достаточно, чтобы пробить. Это 8 драгунов и зилот, поверьте мне. Этого вполне достаточно. Еще 3, 2 драгуна зилок вперед идут. Так, все, пошел ланса вперед. Драгуна идут, зилотка идет. Надо ривера обязательно фокусить только. Тулансеры пытаются сделать. Блин, ну ривер успел. 2 выстрела сделать. Это больно очень было. Здесь больше драгунов остается. Короче, бани здесь отбивает. Сейчас еще один ривер выйдет. Здесь нам убежит. Здесь Нексус. Это печаль, это ГГ. Скорее всего. Пытается лансер. Нексус, впереди здесь робобои есть. Ну, блин. На более ранней стадии наобтаться ривера было выпилить. То, что сейчас делать лансер начал. Это было слишком откровенно. Читаемым шагом. Просто отвел сюда бани с ривера назад. Дав ему время пожить. Ну, там фокусом стрелял драгуна. Потом еще один патрон выпустил. Вот все. Три драгуна делу. Где здесь пять драгунов. Тривер первый выходит. Так, назад давать. Не, надо тут ривера подрезать. Минус ривер. Ну, драгуна послил, конечно. Но ривера нельзя было терять. На самом деле, там рампа была. Вот я вам сейчас скажу, что у этого товарища другу-то вообще не промахивались. Так, все, начал тоже добывать нехтус у нас получается. Лансер. Ну, Банис понимает, что времени... Время, если дать ему, то может, как бы, риверов настроить. Шаттл и будет тяжело. Он просто идет добивать. У него восемь драг... Нет, шесть драгонов. Дилет и два ривера в шаттле летит. Это вполне достаточно вообще. Ну, на одну пробку 30 минералов тратить. А на дорожек все равно, но надо заново патроны строить в ривачках сейчас. Так, ну, минус драгун. Конечно, на шаттле здесь риверы короли без шаттла. Они вообще, ну, не такие крутые. Ай, подзарядила с флэшом сейчас. Все, ривер минус. Здесь надо засаживать улетать. Один патрон славил Банис, конечно. Но он переконтролил здесь. Это очевидно сейчас становится. Это 2-0. Не хватает, нюх, каланцеру, чтобы победить здесь. Не знаю, БВП грядка, каланцеру. Он не самый лучший матча. Может быть, я не знаю, в чем там дело. В принципе, нормально играл. Ривер падает, драгуну живут. Здесь уже в минеральную линию ривачок летит. Бах! 5 ггнчиков. Ну что, краев против Баниса? Сейчас будут биться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что-то молчком пока, пацаны-то все. Что-то молчат, что молчат. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, сколько времени? Уже почти 4 часа, уже скоро двух войска начнётся. Ну, финал как раз у нас. 1-2-1. 1-2. Отлично. Так, Кузьмин. Менеджер убил Ксигуа 3-0 на турнире китайском. Может быть на финал я успею, конечно, не знаю. Посмотрим. Менеджер убил Ксигуа 3-0 на турнире китайском. Чё-то краёк пока не идёт. Не знаю, куда он там пропал. Пёс. Менеджер убил Ксигуа 3-0 на турнире. Менеджер убил Ксигуа 3-0 на турнире. Ну всё, ребята, погнали, финал. Краёк, айфу, краёк. Честно говоря, АХЗ там откуда? Ой, Банис у нас убьётся. Банис у нас поляк, по-моему, краёк. Возможно, тоже даже. Сейчас посмотрю, ли Крепедик будет. Да. А они с поляк, а краёк немец. Вот так у нас. У Аляк с немцем сошли в финале. И два представителя России были в полуфинала, но не хватило. Это пятый раунд, между прочим, у нас остаётся два раунда. Шестой, седьмой. Ещё потом отборочную отдельно, как бы, для занявших второе место. Вот, будут. И финал сезона уже. Скорее бы он уже начался. Точнее, скорее уже финал сезона провести, чтобы перенести на субботу. Потому что в воскресенье мы много, ну, упускаем из-за этого всего дела. Так. Ну, Circuit Breaker с карты, конечно же, начинается игра. Красный, ой, синий тиранчик. Это краёк, он появляется в семи часах. На пяти часах, то есть снизу появились. По низу он белый проб. Ну, идёт по разведку, не угадал, да, где живёт. Краёк, вы видите, идёт наверх. Краёк, в общем, пока никуда не идёт. Краёк. 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 Здесь дальность, драгоны, все стандартно вообще. Опа, от Кирилла привет. А Кирилл у нас куда-то там уехал, он говорил, я... Было дело, когда я с мамой с кредитом хотел заморочиться, попросить у него денег, но у него только в долларах были, поэтому я не стал заморачиваться. Пока вопрос этот заморожен к его. Подписал Кирилл там на Карибы, что ли, или вот там куда-то вообще, говорит, какие-то вообще. Поехал он. Вот. Ну, умудряется тут отписать даже. На Карибы, да, поделал. Серьезно. Да, короче, ребят, пока что... Опа, что-то я закончился. Пока что получалось мне стримить все Росбрайнкапы. Слава богу, может быть, какой-то не смогу я постримить. Но, но... Один Росбрайнкап, полуфинал, финал я не достримил. Мне, конечно, я даже редкий там качал, пока руки не доходили до этого. Стоил, чтобы достримить. Наверное, или на неделе, или вообще. Да, забью на это дело, я не выкладывал его просто. Вот, ну так было на всех турнирах. Потому что и Люпа приезжал, как бы, и надо было провожать его в Москву на поезд. Пришлось сорваться с Росбрайнкапы. Вот. Ну, смотрите, пришел сюда краек выходом с танчиком. В общем-то, Банис здесь отбился достаточно легко. Ну, как легко. Потерял он драгон, но экономика не пострадала. Ну, а это очень важный момент. Здесь робо получается. Минку прикольно. В стиле ГОСУ. Контроля. Берешь, подходишь к минке. Знаешь, что вот она закопана? Делаешь небольшой шажок к ней, потом отшаг назад драгонами. И на клик в пол топишь, и они успевают убить. Но только одну минку больше. Видите, здесь уже не успели. Больше, чем одну драгон, это юнит, кроме он плохо минки убивает. Вылетающие сабсервером, они убивают обычно нормально, да, как бы. То есть, их видно. Ну, невидимые минки драгоны плохо с ними борются. В отличие от, например, там, мариков, гидралисков, танков тех же. У них у танка, танка выспел, летит моментально, набирается, долетает, достигает цели. То есть, если у тебя есть там штучек шесть танков, и ты можешь просто идти даже, здесь все в минах будет. Просто на халде аккуратненько по чуть-чуть вперед, и где-то две-три они одновременно успевать будут убивать даже, если две даже вылазят. Три, вот, не знаю, потому что если супер до хрена минок-то, а бывает, что и долетают одна, там, другая. Они по кругу, если стоят. Короче. Робо-бэй будет, ривер, харас, стопудово. Даже, а вот, зелки как раз, да, два зелка, ривер идеальный, расклад с одной стороны. Он идеальный, почему, против чего? Против наземных юнитов тирана. Вот, гораздо выгоднее два зелка и ревачок, чем драгон и ревачок. Почему? Потому что танки по драгону вообще больно бьют, по зелу тут даже демош не полный. Плюс, плюс дил это он, плюс дил это их два, и по хп это больше, чем, да, там, чем один драгон. Но минус, если, например, в райта в Старкор Тиран выходит, то, да, шаттл прилетает, вот так вот в райту все, это потерян шаттл, надо выгружаться. Выгруженных риверов там убьют легко достаточно. А с драгона можно в райта, например, улететь, ну, там, отогнать, как-то так. Начинается ривер Харас, ну, пока один только выстрел сделал, у нас бонит. Перелетает, ну, сам занимает рейтник, вот здесь делки офф надо дропать, да, за ним и ривер, да. Как-то долго соображал, прежде чем дропать. Здесь зилот, еще один есть, можно вот под танк зилота сюда же ривера и в танк в этот удар нанести. Либо полететь к третьей, к второй, простите, базе. Да вот, вот так вот, да. Пак. Вот и нету танчика. Так это и делается. Ай, только не надо под танки, как ривера, дропать. Я за Протсу переживаю, как сам Протс в прошлом. А это как вообще? Можете мне объяснить, ребята, кто вообще играет? Такое разве бывало раньше, патрон должен облетать минералы. Ну, здесь бывают точки, видимо, таких. Он проскочил как-то между двумя минералами, я не понял, как. И больно сделал. Здесь много драгунов, третий некст почти готов. Обзервер есть, есть чем минки убить сейчас. Давайте чуть-чуть ФП посмотрим, сейчас я быстренько проверю. Опа, четыре шестерочки, да, у меня нихринайся. Платыщиков вчера об этом говорил как раз, ну все. Таранты кому-то, главное, может мне, если за знаковостью следить. Засизил танки краёк. Короче, я решил посидеть немножечко, понял, что у Баниса всё хорошо, и туда особо спешить-то не надо. Здесь главное сплетануть рабочих между двумя минералинами. Здесь наверх больше, конечно, намного девять пошло, вниз пять, ну, хотя бы так. Отсюда ещё парочку надо забрать и сюда просто перевести, так поровну будет. Ну, либо на газ из верхней пачки направить, как он доделается. Ну, три базы уже добываются, шесть гейтов работает, второй старгейт это... Ага, я подумал сейчас... Так, погодите. Я подумал, что это арбитры с двух старгейтов, но нет, это карреры даже с двух старгейтов. Карреры, как всегда, опасны для тирана, но посмотрим, что это будет. Так, ещё и с нижнего на газ направил, ну ё-моё. Ну, два ривера драгуны это, знаете что, это пик выйдешь... Пик выйдешь сюда, а без потерь называется. Особенно вультуру бы здесь терпели жёстко. Но тут слишком просто, мне кажется, бежит, куда он на танке полез. Было бы здесь Зилата, хоть сучки три со скоростью. Вот так можно было бы норм подраться. Так, вот это всё сюда подвести, убил бы нафиг уже. Ну, StarCraft 1 это непростая игра, здесь нету эфки, например. Ф-2 взял и сюда всё привёл. Здесь надо вручную всё это делать, каждый контролешник, и просто не хватает контроля, видимо, гротства, чтобы сюда всё вывести. Так, ещё один подрезан танк, ривер, как-то упал, тоже. Гляфы не туда пошли, точнее, зачем повёл туда тиран, непонятно. Надо отступить, вообще, что тиран делает? Кига, гляфы, гляфы, танки, он вообще ТВТ играет, что ли? Минок нет, как без минок с Протсом-то справиться? Гляфа он эффективный, юнит Каграиды крутые, К-200, там, тирана, то есть они, конечно, сильнее в ультуре, но не на таких стадиях. На таких стадиях в ультуре полезнее, они Зилата побивают, они мины расставляют здесь. Так, через 6 выход уже пошёл 2 базовых против Протса. И всё главное, гляха делается. Ну, нет, это пиаска, братан, всё выговорит. Здесь просто сейчас сотрёт бани с тирана, справа здесь начнёт спуститься, юнитов сюда завести. Но минок нет, видите, пигу, зилаты врываются, просто начинают всё шатать, ломать, там, падают или апы падают. В ультурами так бы мин здесь наставил, френ бы драгонами сзади спустился. Но с другой стороны, зилки бы уже разминировались, скорее всего. Ну, хотя бы несколько ультур надо иметь в такой ситуации. Галики с ультурами миксовать, ну, никак не голые галики вообще. 115-69, ну, это 1-0 в пользу Протса, столько голого было, потому что 3-нет, что-то бывает в стране, это сейфер, он просто просрал свой 3D1, атака типа нуля, правда, есть, пожалуй. А, здесь карреры закупились. Уже 2... А-а-а-а, ё-моё, я теперь объясняю. Понятно, почему он галиков кроет. Он карреров увидел на один хик против земли, надо что-то вообще было сюда. Без вультурок абсолютно тоже было печально. А так, теперь я понял, все равно же я увидел карреров и просто пытался выход сделать, но уже понимаешь, что Протс даже без карреров все отбивает, как бы, и... И... Конечно, пора ливать. 1-0, проль же Протса. Все. Поехали, дуря. Вторая карта у нас получается... Пайтинг Спирит будет. Тиранда выбрал, судя по всему. Рис Кон realtив Т futuroу. Тиранда выбрал, судя по всему- Drop T raised. Цвет буhhhh. Продолжение следует... 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 Здесь проходной двор, здесь легко ультурка проедут. А, вот он пошёл. Я ещё думал, что чисто из келонов сделают ген. Сделал так, наверное. 600 рублей, пацаны, говорят, на Гудгейме. Ну, на Твиче есть ссылка на Гудгейма, канал тут в чате. Основной народ в чате на Гудгейме, конечно, сидит. Но на Твиче тоже люди есть. Такс. Второй газ пока вообще не ставят у нас краёк. Четыре факты. Четыре факты, это интересно тем, что это может быть выход. Потому что... Минки есть, сейчас Сич есть, скорость в ультурам делает. То есть, сейчас несколько в ультур и 4-5 танчиков просто выход. И если он дойдёт до второй базы, то просто плохо придётся. Но здесь уже начинается движуха, и вы видите, что творится. Больно танчик минус. И этот минус. Два танка просто изи. Забирает бонист, но тут... Ай-яй-яй, дропай ревочка. От ревочка не дропает шаттл. Потерян везде. Ну, что значит ультуретками обнести мейн свой. И всё работает. А, здесь в тылу ещё минус. Вот это уже интересно. Сейчас драгонов этих погнать, они могут взорваться. Там отвертых сзади нет вообще. Решил ещё зачем-то звонить полететь. Ну, танк забрал. Так, ну, забрал так забрал. Пусть будет. Если на муе сейчас отступает просто, то это будет фиаска. Да, всё взрывается. Вот эту минку успел убить. Молодец. Ну, два драгона потеряла. Всё, поехали. Вперёд, вультура танки. Десять силы не в танках, даже в приросте. Тирану вультуру просто немерено там будет сейчас. Ну, драгоны с другой стороны. Против такого микса чистые драгоны сильны с контролем. Более-менее. Плюс... Плохо, что шаттого отдал. Думаю, сейчас шаттого просто на голову выдрогнулся. На тюрьме там зилотов и ривера и всё. Или хотя бы даже зилотов. Можешь просто прилетать вот сюда между вультуру. Визилот додропнул. Минка как бабахнула. Всё забрала, если тиран не законтролил. Так, здесь вультура третий нексус напрягает. Хоть бы драгона одного конь сюда послать. Вот он пошёл. Надо отбивать его. Ещё две факторки. Да, ещё две факторки. Здесь две лавы будут. Две пристройки танчики будут. По две штучки строить. Плюс вультура ещё трёх факторов. Так, Минки выбил тиран. Продолжает движение вперёд. Туретки пошли. А что же Протсу? Так, Зилко взял все в шатт... А, шаттл со скоростью, кстати, уже. Патадель Адун я, к сожалению, не вижу. Это значит, что без ножек будет драка, как бы, происходить. Не, ну Минки неудобно убивать бесплатно ривером, который каждый выстрел пятнашку с кусовиц. Ох, вот это хорошо прилетает. Ну дальше не достал. У нас 9.79 по лимиту в плюсе. Не, вот тиран здесь засиджится. Даже при меньшем лимите он круто будет драться, размениваться. Но он уже тут, точнее, засиджился. Но тут пока минок немного, танчиков всего три. То есть... Так, погодите. Вот, наконец-то, Тадель Адун. Есть здание. Гейтов у нас, так, здесь пять, семь гейтов работает. Семь это немало. Нужны зелки без зелков. Вообще здесь тяжело. Ну и правильно, что растекает, короче говоря, армию тирана. То есть часть вон дома держит. Часть только сюда приходит. Надо аккуратнее, короче, быть. Ривера отдал. Шаттл хоть и со скоростью дамажится на туретках активно. Другие первые начали выходить. Драбунов нельзя отдавать. И лимит уже тирана больше стал. Ну, ультуры слишком много лимит занимает. Еще один шаттл, блин. Что ты делаешь? Заграл драгуна. Нет, такой контроль нам не нужен, как говорится. В принципе, просто что нужно. Шаттл... О, дамажный. Надо вот сюда бы что-то перевести, либо здесь на мулю. Но тут максимум два зелка успеть. Можно дропнуть будет. Если поля все восстановятся, может быть, три успеют. То не факт, то редко по две будут стрелять. Надо вылететь вот сюда и что-то дрогнуть. Отсюда драгуны побегут, отсюда вся остальная свора пойдет. Все, пошла атака. А что верхние стоят? Верхние драгуны стоят, дела-то заходят, сливаются. Так и дела не делают. Здесь ты решил стукать типа... А ведь здесь и в сервере есть минки видно, все видно. Шаттл ничего не загрузил тоже вообще. Где он летает? Вот он летает, шаттл. Так, там шаттл залетал или что сверху было? Кажется, я проморгал, когда шаттл оказался. А нет, вот он. С ривером. Т-171 полиометров. Зила-то начинает вперед... Ооо, здесь два танка срывает у нас. Бонись, ну здесь Зилкук наслевал. Блин, ну здесь уже простреливается вторая просто база, понимаете? Здесь и драгунов три всего осталось. Так, и шаттл. Драгуны-зилки со всех сторон нападать. Сплит, хорошее дело. Тут минка, кстати, задамажила. Неплохо-то там минка задамажила. Все, галики все убиты. Как-то просто прям шатал-шатал. Но он очень большую работу проделал дропы, конечно, с разных сторон здесь. Ну, мне казалось, что уже вот так вот просто будет тиран не выбить. Но! Минок тиран не хватило. Танки оказались впереди. Дилки прям в них зашли нормально. И все, здесь просто зазвалилось, что не получилось. Так. Мой турец, она вновь. Сейчас тиран понимает, что он отсюда уйдет в СВГ. Так, ну вот, открывайся. Дилки так много. Не, вот такие минки надо самому убивать, потому что они только себе демок больше наносят. Все свои танки повзрывал. 96-96 лимита. Похоже, здесь минус. Похоже, здесь минус. И гейтоп раза 3-5. 10 гейтоп. Таргейт. Наутнем. 20 гейтоп. Еще в гаррерах свитим. Газ 1500. Ну, два арбитра 200 гейтоп я бы на месте. Просто лепил газ немерено. Так. Всё, дали ему. Ну здесь так вот, короче. Третья СС-шка есть, танки с вультурками, ну их четыре штуки, а Манит уже вперёд собрался, и сейчас ещё Дилов, Дилков, наверное, из дома приведёт. Где Ривер? Ривер сзади, два Ривера уже, ё-моё. Купус Риверов идёт, танчики, но Дилов это уже вультура танков, вообще всех убивают. Ну, дожди, вот на мой, к вам не побежали, если я не знаю. Что-то бегал, бегал на мой, а не пойду, боялся, что-то взорвут минками. Хорошо, Дизила допрыгнул, и дэмэджа Минка нанесла много с войны. Ну, не пробил, просто. Ну, это из-за того, что на муви бегал. Не бегал бы на муви, и нормально было, вот, как мне показалось. Грады по нулям. Здесь уже, да, флитбиконы, уже карри расстроиваются, по две штучки. У тебя газы тыщут, но арбитеры лучше зашли, мне кажется, тем более землю и так ломал, хорошо-то. Так, здесь выстраивается линия обороны, чтобы вот это было спряжись. Здесь она вообще ничем особо не прикрыта. Так, третий из торги, торги у темпларов, и шесть часов занимает просто. Ну, сюда боится идти. Шесть кэшблистов к тирану. И стегаликов уже начал строить, между прочим. Фактор их как было, шесть как шесть и остается. Так, три карриера есть, но на больше ресурсов нет, чтобы заказать еще три. Это надо газа 750 и минералов 1050, это перебор. Плюс еще в этих интерцепторах надо же подстраивать, а они денег стоят. Еще на одного карриерта есть, здесь сейчас нектус доделается, на газ пилить сюда. А он здесь вообще просто не добывает на трех, ну это косяк. Бывают, забывают, игроки. Так, 149, 150, атака идет, что ли? Не, на этом на месте просто так не активничал бы жестко. Земли немало, да, уже шторм похоже, что есть, но без карреров здесь тяжеловато будет. У него там два строится, есть еще два. Ну, четыре каррера могут, кстати, и не зарешать вообще здесь галиков. Сделки, почти ряду. Опасно, тиран сюда пришел. Ну, со штором можно нормально подраться. Так, я проморгал, здесь сейчас его вообще разбирают. На третий, где ничего не прикрыто. Галики сюда идут. Один минус выстрел у ривера, плюс три удара зилок на минус или амб. Еще одного забомбил. Нормально зилок получился. Так, 6 часов начал добывать еще. Где каррер это? Плюс один есть? Да, есть. Плюс один грейд делает. Нет, не делает, потому что каррер вообще так крутится. Старкап не должна безостановочно. И что? Ааа. Делаем перцепторы, чтобы вылетели зачем. Можно свое что-нибудь атаковать. Просто когда подлетают, они близко подлетают. А потом перцепторы вылетают. И можно отлететь на более дальнее расстояние. Поэтому, чтобы они уже группы вылетели. И ты просто контролируешь. И наград делается так. Ты свое здание бьешь и просто резко там хоп танки. Они всем хопом туда перекидываются. И по рангу как-то получается. Дальше вообще издалека. Видите, карреры. Здесь атакуют. 140 лимит. Четыре карреры уже силу представляют. У тирана... А, нет. У раня есть одного тирана, кстати. Один каррер. Минус. Неприятно, но терпимо пока. Так, тирана больше стала. Второй нексус пропсу напрягает. Филоты вперед пошли. Ой, как больно. Топ танчиком. Тем, тем, тем. Драгуны тут сзади. Топ пошли. Угляхт не осталось практически. Вот сейчас еще один подходит. Вроде справляется. Вроде как здесь задача своей. Агрессивная. Галик последний. Все, танчики надо складывать. Иначе здесь все вообще. ГГ будет. Все, два гала пришло. Танчики чуть-чуть подрезают. Два них. Гала даже четыре пришло. Идут драгуны вниз. Снизу. Надо прикрыть. Да. Надо прикрыть карреров от голиахов драгунами. Собственно. И все. Рубки вниз по... Ой-ой-ой, как больно. Семь. Все сразу. Семь погибли. Интересно. Или не все сразу. Карреров уже зато сколько? Пять точно есть. Даже шесть похоже. Да, шесть карреров это сильно на такой стадии. Плюс два, правда, не сделано на каррер брейдж. Ну, видите, уже разрозненные галлики не могут так спокойно покусить, убивать. Они, конечно, паркуют. Все новое, новое. Но они сконтролят хорошо. Каррер. Выбивают танки. Голиахов несколько штучек его осталось. Ну, фрод в тиранов все равно, в тирана лимита больше. Ну, видно, что он даже 2-1 ему не помогает. Карреров накопился. Такой стэк, который на этой стадии оказался просто крит массой. Как бы. И контроля Ванита хватает. То есть он умудряется здесь все переконтролить. У него ПМ, кстати, упал при каррерах просто на 200 и покидает матч у нас. Тирасик-то все. Поздравляем Баниса. Ну, все, пора выходить отсюда. Так, делаю стоп-старт. Я, ребята, вернусь. Я сейчас скоро с задержки 20 секунд. Сейчас стрим упадет. Будет черный экран. Полтора минуты я вернусь. Ждите.